На праздник знаний принято дарить учителям цветы. Как правило, родители покупают букеты накануне, чтобы они не завяли и чем-нибудь отличались от всех остальных. Следующий сюжет дает конкретные рекомендации родителям, как правильно подобрать цветы. Десять лет назад такого разнообразия цветов и украшений, как сейчас, не было. Сегодня мастера цветочных композиций представляют букеты разных форм и размеров. И именно на это первым делом необходимо обратить внимание. Букет на 1 сентября должен быть оптимален для детских рук. Легкий и небольшой по объему и высоте. Ведь школьнику придется стоять с ним всю линейку. Ну, конечно, гладиолусы — это тяжеловатый букет для маленького первоклассника. В основном, конечно, кустовые розы. Это легенький букет, и небольшой, они, цветочки некрупные. Самое, наверное, для первоклассника. Часто родители покупают цветы заранее, боясь накрутки цен. На этот случай есть одна хитрость, которая позволит сохранить его живым и свежим до самого важного дня в жизни первоклассника. Хранятся они при температуре 2 градуса. Поэтому понятно, когда вы приносите цветок домой, естественно, условие ухудшается, и поэтому цветок может опасть. Чтобы этого не было, постарайтесь держать тоже в холодном месте. Можно, в принципе, хранить в холодильнике. Ну и в конце совет для самих педагогов. Чтобы букеты от любимых учеников подольше радовали глаз, пользуйтесь проверенными народными средствами. Добавляйте в воду сахар, аспирин или подкормку для комнатных растений. Добавляйте в воду сахар, аспирин или подкормку для комнатных растений.